Я предоставляю слово профессору Зоновой. Пожалуйста, Татьяна Викторовна. Спасибо. Я хочу сказать, что мне, конечно, сложно выступать после такого замечательного выступления, которое я, к сожалению, не сначала смогла услышать, у меня были занятия. Но, тем не менее, уже видно, что доклад был такой всеобъемлющий и основанный на очень интересных новых материалах, на прочтении документов. Я постараюсь в своем выступлении ограничиться таким общим взглядом на тему, как, собственно, создавался имидж России, имидж Советского Союза в Италии в эти последние военные годы. Вот тот материал, который у меня был для изучения этого вопроса, привел, в общем, меня к мысли о том, что обуславливалось это такими двумя основными факторами. Ну, во-первых, конечно, таким положительным эмоциональным восприятием Советского Союза в связи с очевидной, ставшей совершенно очевидной ролью Советского Союза в поражении нацифашизма, и это было естественно в тех условиях. И с другой стороны, существовал и страх перед так называемой советизацией Италии, потому что все-таки коммунисты и социалисты были большой силой движения сопротивления, соответственно, были вооруженные партизанские отряды, и был страх, что Компартия продолжит такую борьбу вооруженную ради взятия власти. Вот об этом Бенедетто Крочи потом писал в своих записных книжках, которые только в 2000-х годах были изданы совсем недавно. Ну и, наконец, третий такой фактор – это, видимо, задача реальной политики Италии. Вот так, как ее понимали новые правительства после ареста Муссолини, то есть это были правительства страны, которая встала на путь демократических преобразований и, соответственно, вынуждена была лавировать, чтобы хотя бы, так сказать, по видимости, сохранить определенную самостоятельность в условиях оккупации страны. Конечно, в этом отношении к Советскому Союзу очень большую роль сыграло наличие в Италии, как я уже сказала, сильных левых партий, Компартии и Социалистической партии, которые были в тесных отношениях с Москвой и организовывали соответствующие пропагандистские акции. И, в частности, Советский Союз направлял туда свои делегации. Вот уже в 1944 году профсоюзная советская делегация была в Италии, организовала 76 митингов, 22 собрания профсоюзных активистов. Там прошло в присутствии советской делегации. Было очевидно в эти годы также, что и правящие круги новой Италии, в том числе и итальянские экономические круги, и бизнес итальянский, были заинтересованы, конечно, в использовании отношений с Москвой для того, чтобы какой-то такой противовес составить уже там вставших прочной ногой в Италии, Великобритании и Соединенных Штатов. Поэтому мне представляется, что где-то с 1943 года по 1946 год, наверное, то есть вот вплоть до первых проявлений уже холодной войны и вплоть до прошедших выборов в учредительное собрание все-таки преобладало больше такое позитивное и, может быть, нейтральное отношение к Советскому Союзу, что потом, естественно, изменилось. Надо прямо сказать, что вот здесь был затронут вопрос о Ватикане, очень интересный, и мне представляется, что, конечно, Ватикан оказывал очень большое влияние на итальянское общественное мнение, и известно, что он резко отрицательно относился к советскому строю и к атеизму прежде всего, поскольку считал это государство атеистическим. И все же даже вот в этих условиях есть во всяком случае сведения о том, что вот вы об этом упоминали, что в 1944 году были попытки установления дипломатических отношений с Москвой. И надо сказать, что по всей вероятности, может быть, Сталин действительно не был и категорически против установления таких отношений, и, может быть, в известной степени здесь повторилось то, что затем в начале 60-х годов происходило опять с проблемой установления дипломатических отношений с Ватиканом, но уже во времена Хрущева, когда была сделана попытка установления таких дипломатических отношений. Но ведь здесь еще следует помнить о том, что как раз в 1943 году Сталин начинает возобновление таких тесных отношений с православной церквью, Российской православной церкви русской, и, соответственно, появляется патриарх опять в России. И, как известно, православная церковь как раз относилась очень настороженно к возможности отношений дипломатических с Ватиканом. Вот думаю, что здесь это сыграло решающую, по всей вероятности, роль, что такие отношения, они установлены не были. Кстати, вот реплика здесь прозвучала, вот в этом знаменитом высказывании Сталин насчет дивизий, сколько у Ватикана дивизий. Я нашла такую интересную вещь в литературе, где упоминалось, что, оказывается, впервые эту фразу сказал Наполеон, потому что стоял вопрос тоже об отношениях с Ватиканом в период наполеоновских войн. И когда секретарь Наполеона Коко должен был ехать в Рим и разговаривать с папой, то в этот как раз период секретарь этот к Наполеону обратился с вопросом, как мне разговаривать с папой. Он сказал, разговаривай так, как если бы он имел вот такое количество дивизий, в общем, сравнив его именно в военном плане с другими силами. И есть такое предположение, что Сталин, готовясь к встрече, по-моему, это с Лавалем была встреча как раз, где он произнес эту фразу, может быть, в известной степени хотел показать и свою эрудицию, так сказать. Вы знаете, что вот и вы, французы, тоже сравнивали когда-то папу и его влияние с военной мощью. Может быть, здесь тоже это имеет место. Вообще, вот в том, что касается отношения Москвы к Италии, конечно, вот из всех документов следует, что Москва вела себя достаточно сдержанно, поскольку, конечно, основные интересы внешней политики советской, они были не в Италии, а в Восточной Европе. И, конечно, там отношения с Румынией, с Болгарией, с Югославией стояли на первом месте. Причем даже тогда, когда явно вот такие шаги Москвы, о которых, по-моему, вы уже... Да, да, да. О которых вы уже... Я поняла, да, с переводом. О которых вы уже здесь говорили, они вели действительно к ухудшению отношений с Италией и к появлению таких отрицательных реакций в прессе, в итальянской, в общественном мнении и так далее. В общем, поведение советское в Италии было очень таким сдержанным, насколько я понимаю. И все такие умеренные позиции итальянской компартии, Тольятти, Москва тоже поощряла. Речь шла о вхождении в правительство национального единства Бодолью. И затем остальные правительства Бономи, Пари, Дегаспери и так далее. Как известно, вот этот поворот в Солерно-Тольятти – это тоже отношение весьма терпимое к монархии, когда на первое место не ставился вопрос о республике или монархии и так далее. То есть и отказ от революционного свержения власти, прозвучавшей вот у Тольятти и так далее, все это поощрялось Москвой бесспорно. Несмотря на то, что в самом коммунистическом и социалистическом движении там, конечно, были и вполне радикальные настроения. Вот известно, что Джан Джакомо Фильтринелли, известный издатель, который в 1945 году стал членом ИКП, он резко критиковал Тольятти за предательство, вот когда прозвучал отказ от пути революционного завоевания власти. И я выступал в поддержку сохранения вооруженных формирований в Италии и так далее. Но мы знаем, что потом, после публикации романа Пастернака в 1957 году, вот Фильтринелли был исключен из Компартии. Но настроения его явно были абсолютно радикальные, в отличие от большинства Компартии. И в отличие от настроений в Москве. Правительство Бадольо сразу же после ареста Муссолини в 1943 году проявило такой интерес к контактам с Советским Союзом и к Богомолову, который тогда был заместителем Вышинского. Вышинский возглавлял эту комиссию, контрольный совет по вопросам Италии. Вот Богомолов, посол, он писал о том, что именно к нему обратились о возможности, например, создания воздушной базы. То есть он обратился к Богомолову, к Бадолью. Переговоры велись о возможности создания советской воздушной базы между Барией и Бриндизей для поддержания контактов советских войск с ТИТО и так далее. И встал вопрос о дипломатическом признании Италии. И вот любопытно, что обе стороны, и итальянцы, и Москва понимали, что англо-американская реакция вряд ли будет положительной на такое установление дипломатических отношений. Поэтому в документах были разночтения. То есть обе стороны они как бы приписывали другой стороне инициативу, с которой та выступила по установлению таких отношений. Богомолов ссылался на просьбу итальянцев, а Прунос говорил, что его об этом попросил Вышинский. По всей вероятности, затем исследователи итальянские, ну и в частности, например, Сержо Романо и некоторые другие, они считают, что, конечно, это был очень удачный дипломатический ход Пруноса, который позволил Италии сделать такой, в общем, шаг хитрый дипломатический. И в любом случае Бадолью потом благодарил Сталин за помощь в деле обретения своей автономии и суверенитета, как было сказано в этом обращении. Правда, первые дипломатические отношения, они были не на уровне послов, а на уровне только посланников низкого дипломатического ранга. А полные дипломатические отношения были установлены все-таки вслед за союзниками, когда уже и Соединенные Штаты, и Англия такие отношения установили. Но и на этот раз, надо сказать, несмотря на то, что в основном, конечно, положительно было встречено установление дипломатических отношений с Советским Союзом, были и радикальные взгляды некоторых политиков, которые итальянских, которые высказывали опасения, что это приведет к стабилизации власти маршала Бадолью и подорвет авторитет Комитета национального освобождения. Там явно видны противоречия между Бадолью и политикой Комитета национального освобождения, который претендовал, конечно, на всю полноту власти. И в левом лагере тоже были неоднозначные отношения к этому шагу, и Тольятти вынужден тогда было разъяснять, что действия СССР не только не подорвут, а наоборот укрепят позиции левых сил. Конечно, позитивно к восстановлению отношений отнеслись деловые круги Италии, потому что были заинтересованы в получении дешевого сырья, топлива, лесоматериалов и так далее. И здесь вот дипломатические документы, вы, наверное, об этом говорили, очень много таких, очень лестных выражений в адрес Советского Союза с итальянской стороны. В частности, например, Прунос послу Костолеву говорил, возрождение Европы должно прийти с Востока, его принесет нам новая могучая сила Советский Союз. Италия никогда не будет занимать позицию против Советского Союза и его интересов. Вот это, так сказать, принято в дипломатии говорить такие льстивые фразы. Это совсем не означает, конечно, что тот же Прунос восхищался Советским Союзом, но получение поддержки и получение сырья от Советского Союза – это, конечно, вопрос, который стоял на первом месте. Итальянцы очень просили восстановить торговое представительство Москвы в Италии. И, как вы тоже, мне кажется, уже сказали, реакция была со стороны Советского Союза весьма и весьма сдержанной. Но здесь трудно сказать, потеряли мы возможности установления более тесных отношений с Италией. Я думаю, что понимание того, что всё-таки Италия в сфере интересов находится другой стороны, было и у Сталина, и у советских руководителей, что основное это внимание было уделено Восточной Европе, конечно. А Италию как-то всегда... Итальянцы действительно обижались, что Советский Союз не уделяет того внимания итальянским вопросам, на которые они претендовали. Ну, здесь и какие-то экономические соображения, что в обмен Италии ничего, кроме цитрусовых и вин, не могла поставить. И сырья у Москвы тоже не было достаточного, чтобы всех удовлетворить. Поэтому, конечно, это направление не очень развивалось. Вот действительно, что жалко, что не развивались контакты по культурному направлению развития культурных отношений, потому что Кварони поставил этот вопрос о заключении соглашения о культурном обмене. Но в МИДе ему ответили, что такой практики нет, и что все отношения идут только через союз обществ дружбы. И, видимо, какой-то в этом плане изоляционизм советский имел место, потому что как раз культура все-таки была таким несколько опасным направлением для советской идеологии. Хотя, в общем, торгпредство, потом советское заявило, что готово торговать фильмами, книгами, Кварони отобрал книги для перевода на итальянский язык и так далее. Но в целом, конечно, отношения были весьма сдержанными. И, наверное, действовало вот то правило, с которым когда-то посол... Та идея, которую высказал когда-то посол Нигра еще в конце XIX века, когда он говорил о том, что отношения между двумя странами, между Россией и Италией, не могут быть ни слишком хорошими, ни слишком плохими. Слишком далеко находятся друг от друга эти страны в разных, так сказать, культурных ареалах и так далее. И, видимо, вот это правило все-таки в этом плане продолжало действовать. Конечно, левые силы в Италии коммунисты, социалисты надеялись на пролетарскую солидарность Москвы. И поэтому Тольятти вот неоднократно напоминала о том, что хорошо бы все-таки посла сменить в Москве, чтобы это был не Квароний, а был бы социалист или коммунист. В частности, вот в Польшу тогда направили коммуниста Эуджению Реали. Вот хотелось бы, чтобы и в Москву тоже такой посол приехал. И, конечно, с развитием событий отношение к СССР становилось все более сложным в Италии, поскольку на повестке дня стоял вопрос заключения мирного договора с Италией. И там болезненные очень вопросы, о которых вы тоже говорили. Это проблема итальянских колоний, это проблема репараций, конечно, очень болезненная. И это, естественно, не могло, вот позиция Советского Союза, она не могла итальянцам понравиться. Тем более тогда Соединенные Штаты демонстративно отказались от всяких репараций, чем-то приобрели больший авторитет в глазах общественного мнения. А Советский Союз от этого отказаться, естественно, и не мог, и не хотел. Вопрос о военно-пленных тоже стоял достаточно остро. И все это, естественно, приводило время от времени к такой яростной кампании в итальянской прессе. Хотя надо здесь тоже иметь в виду, вот я когда какие-то работы читала по итальянской дипломатии, там отмечалась такая любопытная черта итальянской дипломатии, ее прием такой любопытный, что вот эти кампании враждебные иногда инициировались специально итальянской дипломатии в отношении той страны, с которой велись переговоры. Для того, чтобы приехать на переговоры и сказать, вот видите, какое у нас напряженное положение в стране и как наша общественность относится, вот не пошли ли вы на какие-то уступки, чтобы нам было что показать общественности и смягчить вот эти настроения. Так что здесь, может быть, эта кампания была тоже и инициирована специально для того, чтобы добиться больше уступок на переговорах. Ну и, конечно, уже когда наступает период так называемой холодной войны, речи Черчилля в Фултоне в 1946 году, конечно, здесь начинается поляризация резкой общественного мнения, потому что у НИТА тиражирует миллионными тиражами интервью со Сталином, который реагирует очень резко на эту речь Черчилля, где Сталин говорит, что Черчилль призывает к войне, сравнивает его с Гитлером и так далее. И здесь, конечно, вот эта поляризация происходит общественного мнения. С одной стороны, компартия и левые силы ее поддерживающие, а с другой стороны, то общественное мнение, которое полностью на стороне правящего блока, и где в конечном итоге это выливается уже вступление Италии в НАТО и однозначный выбор в пользу Запада. И, собственно, вот на этой основе уже формируется так называемая система несовершенного бипопартизма, то есть когда фактически две крупные партии в Италии, одна остается на десятилетии такой бессменной правящей партии христианская демократия, а вторая, коммунистическая, бессменно пребывает в оппозиции, что вот и говорит, как вы всегда писали, об аномалии политической системы Италии. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги. Пожалуйста, профессор. Спасибо. В английском. Да, спасибо большое. Я хочу очень интересную вопрос. И вот, как от первых, это была Италия, что «Лосе фасистическое характер». Это очень удивительная милляция. Италия, вы знаете, была первой фасистической стати, которая использовала твой отец и все эти вещи, и с каким-то генеральным фасистом, конечно. Но почему? Вы знаете, что итальянская цена, что итальянская цена, что итальянская цена, 40 миллионов фасчистов после 1943 и 40 миллионов антифасчистов после 1943. Фантастик, итальянская. Да, из одного дня до другого, между двух дней, нет фасчизма. И мы все антифасчисты. И мы все антифасчисты. The question is, what was the opinion of the Soviet Union? Was Italy regarded in the Soviet Union as a fascist state? And I got the impression, I'm more a specialist for fascism, worldwide fascism, that in the Russian language or in the Soviet Union the term fascism was reduced to Nazism. And this is not true up to the present you see. Fascism is a generic term and Nazism is only one part. So, the question again, I have another remark, was Italy really regarded as a fascist power? The axis, was this very important for Soviet policy, foreign policy, that's the axis. They always talked about Germany and Nazism. And another remark, because this was possible, the Italian perspective to have good relations with, or try to have good relations or better relations with the Soviet Union. The reason for this was also that Italy was the only country, western country, which never adapted the theory, in my opinion, ideology of totalitarianism with a special past you see. so they had really no problems with this. And the second reason also is the myth of anti-fascism. And Christian Democrats and Communists could unite and say, we are all anti-fascists. And so, it was not such a problem, even for the Christian Democrats to have a better, a good relation, a better relation with the Soviet Union as for example, the German Christian Democrats. there were more hostility. Thank you. Thank you for such an interesting question. But, really, what is the view of the Soviet Union as a fascist state of Italy as a fascist state, especially, it was the first fascist state in history since 1922. the first place was the one side the one side is based on ideology of the origin, because it was the arrival of fascism to the party to the international and, accordingly, the political party the local party was addressed rather than the other side. We know, that the fascism was considered as a sort of the way Поэтому идеологически это отношение было бесспорно резко отрицательным. С другой стороны, реальные отношения, дипломатические, торговые отношения, экономические с Италией развивались с фашистской благоприятно, надо прямо сказать, потому что фактически, хотя англичане несколько опередили в чем-то Муссолини, но он признал первым советскую Россию в 1924 году. И вслед за этим хорошо развивались отношения, были экономические очень, объем большой экономических отношений, взаимные поставки товаров, оборудования и сырья. И известно здесь, итальянцы и шарикоподшипниковый завод делали, вот эти вот на кремлевских башнях звезды, там тоже на итальянских подшипниках и много всяких других таких было аспектов экономического обмена. Поэтому вот здесь как бы, так сказать, идеология отделялась от политики реальной, реальная политика проводилась именно в рамках заключений договоров различных с фашистской Италией. Поэтому, собственно, помимо документов коминтерной, таких сугубо идеологических документов, документов в прессе в советской, насколько я знаю, таких особых выражений критики именно фашистского режима как такового, не наблюдалось. К тому же Италия, в общем, не Италия напала на Советский Союз и так далее, все-таки она шла в фарватере Гитлера потом, и здесь отношение, отличие уже, впоследствии отличалось от тех оценок, которые давались нацизму именно. Что касается в Италии термина тоталитаризм, который не прививался в Италии, я думаю, что он действительно не прививался, потому что, во-первых, было все-таки очень большое влияние коммунистической партии, потому что левые интеллигенты и так далее, очень многие были в коммунистической партии, соответственно, многое фильтровалось в этом направлении, и какие-то крайние оценки режима советского, который сравнивался с фашистским режимом как тоталитарные режимы, они такие оценки не допускались, тем более были попытки вот в период левого центра развития довольно тесных отношений с Советским Союзом и так далее, здесь, конечно, имела место несколько такая позиция гораздо более в этом отношении терпимая к советскому строю. В то же время, надо сказать, что в известной степени изменилась и позиция католической церкви, тоже очень важна для Италии, поскольку с Вторым, потом затем Ватиканским собором и так далее, вот новая позиция Папы Иоанна XXIII, которая разделила, как говорится, ошибку и ошибающегося, то есть людей, которые исповедуют какие-то доктрины, и саму доктрину неправильную, да, вот тоже дало возможность для диалога и прочее, прочее, прочее. Ну, это, так сказать, отдельный разговор. Поэтому мне кажется, что вот термин именно такой, как тоталитаризм, он не употреблялся, в общем, в итальянской такой литературе. Хотя, на мой взгляд, в общем, это термин абсолютно такой применимый в политической литературе, потому что действительно, как и фашистский строй в Италии, и строй в Советском Союзе были, бесспорно, строем тоталитарным, то есть базирующимся на одной какой-то определенной идеологии, не позволявшей никакого плюрализма, каких-то других мнений, оппозиции и так далее. То есть в этом плане совершенно, так сказать, термин, он вполне применим. Но надо сказать, что в Италии, в общем, практически все политические силы, когда критиковали Советский Союз, говорили как раз о том, что там монопольно господствует коммунистическая партия, и что вот плюрализм отсутствует в Советском Союзе, и что надо преодолеть это состояние, когда одна партия монополизирует практически, и одна идеология монополизирует всю жизнь. Так что, в общем, это тоже можно рассматривать как антитоталитарные такие позиции. Я хотел поддержать тот тезис, который уже выдвинула Татьяна Владимировна о том, что, конечно, очень важно и для политики Советского Союза в отношении Италии в конце войны, и для отношения Италии к Советскому Союзу и к Советскому руководству итальянцев было то, что Советское руководство и Сталин, в общем, не включали Италию в советскую сферу влияния. Больше того, именно Сталин был инициатором этого поворота в Солерно итальянской компартии, именно он давал в этом смысле указания Тольятти, придерживаться умеренной линии, это все есть в дневнике Димитрова, это опубликовано теперь. И, в общем, это устраивало Сталина еще в том смысле, что он все время ссылался в беседах с западными союзниками, с западными руководителями, американцами, британцами, когда те упрекали, что «а, вот вы в Румынии и Болгарии устанавливаете там свои правительства», Сталин разводил руками и говорил, «а мы же не вмешиваемся в то правительство, которое вы в Италии установили, мы же никакого отношения не имели к тому, что вы в Италии делаете, вот это вот ваше дело, а вот это вот наше дело». То есть, вот это вот разделение на сферы влияния, в общем, было действительно реальным, и думаю, что это на каком-то этапе, в общем, внушало итальянцам более такое сдержанное, я бы сказал, лояльное отношение к Советскому Союзу, который действительно не вмешивался в дела Италии, и, в общем, держался несколько в стороне, там можно было бы и с последующего периода приводить даже эти примеры, когда, скажем, в 1948 году итальянские коммунисты пытались получить согласие Сталина на вооруженное выступление в случае неудачи или срыва, так сказать, правыми партиями выборов парламентских в Италии. И категорически из Москвы был ответ «Ни в коем случае не начинать вооруженную борьбу». Хотя итальянские коммунисты говорили, что у них есть оружие, что у них есть отряды на севере Италии, что они, в общем, могут в случае неудачи на выборах начать вооруженную борьбу, ответ из Москвы был совершенно категорический. И с моей точки зрения именно потому, что Италия не входила в сферу советского влияния. Вот это вот мое, а это не мое. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Сталин feared the real communist. Италия was maybe the only country where the real communists, and in the Soviet Union the real communists were murdered by Stalin. So there was a concurrence. Maybe. Елена Владимировна, большое спасибо за глубокий анализ событий послевоенных в Италии.